Если бы не приехали вы, я бы спала еще час. Это точно. Нам стоит извиниться. Там, где мне нету, соревнования для меня не проходят. Значит, и результаты тем мне неинтересны. Никто не продолжил, скажем так, наше дело. Вот как мы туда пришли, ушли и о кортах забыли. Исключительная, как бы так сказать, возможность. Если бы она выпала мне, я была бы очень рада. Ну, сейчас, скажем так, я в своей лучшей эмоциональной форме. Когда-то последний раз плакала. А вчера! Всем привет! Это программа «На выезд». Мы приехали в Витязево, самое известное волейбольное место России – Вулейград. Для того, чтобы встретиться с королевой пляжного волейбола Надеждой Макрогузовой. Надя, добрый день! Добрый день! Вулейград нас встречает, и ты в прекрасной просто форме и обалденное красное платье. Красное тебе к лицу! Спасибо большое! Надь, 2024-й, и ты по-прежнему красотка и одна из самых топовых пляжных волейболисток России. Вот ты довольна тем, что сейчас у тебя есть? Ты довольна собой? Я всегда говорю, что можно было бы и лучше, но считаю, все моменты моей поступки и действия привели меня в нужную точку, в нужное русло, скажем так. Поэтому в целом то, что я сейчас вижу в зеркале перед собой, меня полностью устраивает. Но буду работать. Ты выросла в Краснодарском крае, в маленьком поселочке, который называется Октябрьский, да? Это поселок в Белийском районе. И там тебя тренировал твой папа. И вы вместе с папой построили в этом поселке несколько кортов. Да, все верно. Когда последний раз ты приезжала в Октябрьский? В Октябрьском я была год назад, потому что моя семья туда переехала в ближайшую станицу, в Белийску. Печально все это с такой грустью, я на это все смотрю, потому что, к сожалению, корты, которые мы построили, которые мы там собирали, весь поселок сейчас находится. Да не то, что не находятся, их почти нет. Они поросли травой, никто не продолжил, скажем так, наше дело. Вот как мы туда пришли, ушли и о кортах забыли. Это очень грустно. Это очень грустно. Те, скажем так, те, кому они нужны были, ими воспользовались, а это были только мы. Вообще, я думаю, в жизни каждого человека есть понятие, дом – это где он живет, да, сейчас, будучи взрослым. Жилплощадь, будем говорить так. Но ассоциируется с родителями. Дом у меня в станице, у моих родителей, я туда приезжаю редко, но там прям дом. А проживаю я самостоятельно в Краснодаре. Но самое приятное, что мне было, это буквально, ладно, пару инцидентов. Сейчас возвращалась в Краснодар, еле с подружкой, одноклассницей, как раз из КРЦ, не виделись с ней очень давно. Потерял мужчина, счастливый, подарил нам мороженое, и просто похлопал по плечу, и говорит, на кубке очень за вас болели. И просто испарился. А второй приятный случай был, это я в Москве, просто выходя с Шереметьево, что-то там сумки, сумки, также паренек подбежал с игрушкой. Видимо, только что он купил ее вот здесь, цветы тут же продаются, с этикеткой, тоже надежда, вас узнал, классно играете в альбол. Такие моменты, конечно, очень приятные, все это храню. В одном из интервью ты как раз рассказывала о том, что все свои награды, медали хранишь у папы в гараже, в чемодане. Да, это правда, да. Я уже сейчас, благодаря Чинфионату России, их уже столько накопилось, я уже жменьями, я уже иногда приезжаю в родительский дом, выдвигаю ящики, там просто эти медали, медали. Да, не то, что мне все равно, они часть моей истории, безусловно, но чемодан уже настолько огромный, что как бы в доме находиться чемодан, но не очень, мы просто спустили его, чтобы уж, дай бог, их будет в десятке этих чемоданов. Ну, естественно, особые медали, да, которые там с чемпионатов мира, как положено, хранятся в чехлах, в надежном месте. У тебя сегодня выходной день, как вот выглядит твой типичный выходной, если бы не приехали мы? Если бы не приехали вы, я бы спала еще час, это точно. Нам стоит извиниться. Да, мне пришлось приподняться. Так, я сплю до Талова, дальше мы с моей напарницей можем выехать в город, что мы и планируем сделать, естественно, после интервью, выпить холодненького кофе, да, посидеть где-то в красивом месте. Возвращаемся, и дальше у нас, как мы называем, chill day, мы либо на бассейне полежим, либо в номере за сериалом. Потому что, к сожалению, когда у тебя один выходной в системе, очень тяжело дать волю расслаблению конкретному, да, там что-то интересное заняться, какими-то экскурсиями, потому что ты понимаешь, что впереди еще очень много работы, и нельзя слишком разбрасываться на какие-то другие мероприятия. Надя Макрогузова не самый покладистый спортсмен. Да, это правда, все это знают, я не отрицаю никогда. Я не сказала бы, что не покладистая сейчас, я взрывная, то есть я человек эмоций, который постоянно выдает какую-то энергетику на корте, в каком случае не задевая своего соперника, напарницу, не проявляя такой агрессии. А если так по жизни, ну, скорее, человек, который не любит молчать, если что-то не нравится. Где нужно бы тактически промолчать, это было бы правильно, скорее всего, я выскажу свое мнение. Может быть, какие-то люди думают ровно точно так же, просто они молчат. Ну, сейчас, скажем так, я в своей лучшей эмоциональной форме. Когда ты последний раз плакала? Вчера! Ну, такое бывает. Скорее всего, я к слезам иногда отношусь как к варианту выхода просто негатива. То есть можно где-то спокойно, мне часто и Света говорит, я уже настолько устала, вот буквально у меня вчера была ситуация, что мне плакать хочется. Мне сменили немножко программу, я заболела, мне было очень тяжело на тренировке, и вот настолько было тяжело, что я говорю, у меня сейчас слезы покатятся. И она говорит, ну все, пойдем поплачем в номере. То есть это стандартная вводная фраза, это случается с девчонками, я уверена, очень часто, но это не относится к какому-то подрыву характера или что-то в этом роде. Я не хочу, чтобы мне надевали какие-либо короны люди, то есть я люблю говорить всегда пустые результаты, как я всегда говорю, там, Надя, Надя, ты выиграешь сезон. Я говорю, я сначала выиграю, не торопите, потом я дам комментарий уже по прошедшему сезону. Не люблю вот это разорвать рубаху, да я сейчас всех выиграю, все делаю. И если люди сами хотят меня как-то превознести, отметить мою игру, я очень благодарна и не хочу их подводить, буду работать дальше. Надь, какие сборы, бассейн, солнце, шатер, да? Не, говорите, работаем в самое прекрасное время года. Где хочет остановиться Надежда Макрогузова? Остановиться? Но Олимпиада не моя конечная точка, это, скажем, одна из ступенек. Ступеньки ты шагаешь по уровню, там, Кубок Края, Кубок Страны, чемпионат, мировая серия, Олимпиада является такой же ступенькой. Я остановлюсь, наверное, хочется, чтобы это случилось, когда меня примут люди за мою определенную игру. Потому что заражать и восхищать данным видом спорта – исключительная, как бы так сказать, возможность. Если бы она выпала мне, я была бы очень рада. У тебя две сестры. Катя, Маша, Надя. Классно. Насколько вообще круто расти в большой семье девчонок? Ну, скажем так, у нас было два периода. Это конкретно, как я росла со старшей сестрой, мы все-таки проживали в одной комнате, да, мы были близки по годам, примерно, возрастом. Маша появилась уже спустя 12 лет. Хотела бы выйти на корт с кем-то из своих сестер? Ну, с Катюшей, наверное, уже нету такого желания, у нее уже совершенно другая жизнь, да. А вот с Мари, кто знает, кто знает, там, после Лос-Анджелеса, что она сразу как-то вставали. Маля, держись, да? Она уже в курсе всех моих планов, поэтому пускай срывают звезды в классическом волейболе, если она мне будет нужна, метнется кабанчиком, скажем так. На песочек. На песочек, на годочек, да. Поэтому, конечно, я думаю, все ждут такой перформанс, Макрогузова-Макрогузова, это бы выглядело потрясно. Прямо сейчас, вот в то время, пока мы с тобой на интервью в Париже, в самом разгаре Олимпийских игр. Что ты чувствуешь? Очень рада за вас, ребят. Удачи вам. Я никак не отношусь к результатам, которые сейчас будут. Они меня не касаются, ровно потому, что там нет меня. Результаты я все равно узнаю, но все игры я не просматриваю, потому что, опять-таки, соревнования для меня там, где есть я. Там, где меня нет, соревнования для меня не проходят. Значит, и результаты, и те мне неинтересны. Итак, или-или, нужно выбрать что-то одно, если хочешь прокомментировать свой выбор. Песок или галька? Песок, мягко. Солнечно или облачно? Облачно, больше выносливости. Отпуск на море или в горах? На море. Однозначно? Да. Не променяешь? Вообще нет, лечь под солнышком. Ой, как я смотрю, когда они постоянно там валяются. Тоже туда хочу. Я вообще за жару люблю теплую погоду. Блок или подача? Два очень сложных элемента. Я все-таки скажу, наверное, блок, потому что он в связке будет со Светой. На ужин поздний пельмени или легкий салат? Пельмени. Если хочется, надо есть. Полностью согласна. Человек, милая внешность или глубокий внутренний мир? Пускай будет милая внешность, потому что вот этот глубокий внутренний мир, да его пока поймешь, пока до него докопаешься, да, да. Если он еще и не мило выглядит, ты добираться не захочешь. И последнее, пресловутая, заезженная, но спросим, победа или участие? Только победа. Я так даже скажу, как сказал мне один тренер. Лучше плохо играть, но выиграть, чем хорошо сражаться, но проиграть. Типа запомниться всем игрой, но проиграть. Победа, неважно в каком виде она будет. Все забудут, как качественно ты играл. Все вспомнят только, на ком висела эта миндаль. Настя, спасибо большое. Я надеюсь, то, о чем мы сегодня разговаривали, станет, знаешь, какой-то, может быть, небольшой, но все-таки мотивацией для людей, которые нас посмотрят. Я очень на это надеюсь. Это была программа «На выезд», а это красотка Надежда Макрогузова. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!